Приветствую вас, давайте поисследуем ваш вопрос. С молодым человеком, пишите вы, подали заявление в ЗАГС, все было хорошо, начали жить. Ему мама про меня начала гадости говорить, что друзья настроили против меня, теперь она отказывается жениться. Смотрите, получается так, что с какого-то определенного момента про вас начали говорить гадости. И я думаю, что начинать разбираться в ситуации нужно именно с этого. То есть именно с момента того, что про вас начали говорить гадости. То есть как это произошло, что про вас начали говорить гадости, как так получилось, что про вас начали говорить гадости, почему про вас начали говорить гадости. То есть сперва все было хорошо, а потом начали говорить гадости. Вначале все было нормально, а потом ситуация изменилась. Если ситуация изменилась, то очень желательно понять и поисследовать, как она изменилась, эта ситуация. То есть что конкретно изменилась, почему раньше, допустим, вас принимали, да, вас принимали, а потом соответственно перестали принимать. То есть если вначале вы были хорошие, да, для мамы, своего молодого человека, для его друзей вы были хорошие тоже, я так полагаю. Что после что-то изменилось. И вы никак не раскрываете этот момент, что вы никак не говорите, почему это изменилось, что изменилось. И что вас начали воспринимать как-то по-другому. Хотя это очень важно, очень важно. Это очень важный аспект. Далее вы говорите о том, что молодой человек, значит, изменил свое мнение, да, то есть, ну, перестал ходить с вами отношений, да, вот. По факту, перестал ходить с вами отношений. И он, значит, теперь не хочет на вас жениться. Вот. То есть, это означает, что человек, по сути, тот там в себе, ну, скажем так, не уверен. Это означает, что человек в себе не уверен. Это означает, что человек не имеет, вероятно, своего мнения. Просто свое мнение у мужчины отсутствует, раз он начал верить и своей маме, которая говорит о вас гадости, да, и своим друзьям, которые тоже про вас что-то говорят. А то человек не думает сам, не думает своей головой, а верит тому, что говорят другие. Вот. Это всего лишь говорит о том, что молодой человек в себе не уверен. Ну, он, вот, скорее всего, не имеет, не имеет своего мнения, молодой человек. Вот. И это, ну, в общем-то, в общем-то, это довольно серьезная проблема, потому что неуверенный в себе партнер может стать источником серьезных проблем в отношениях в дальнейшем. между вами. Вот. Вот. То есть, этот факт, он, опять же, я не знаю, были ли вы, например, в курсе того, что молодой человек в себе не уверен, да? Я не знаю, были ли вы в курсе того, что, ну, что у молодого человека есть такие вот трудности, вот, я этого не знаю. Но, совершенно очевидно, что сейчас, на данный момент, такая проблема присутствует. И вам желательно для себя решить, как бы, как к этому относиться. То есть, будете ли вы принимать тот факт, что, ну, что мужчина в себе не уверен? Или вы, ну, как бы, посчитаете, что это не для вас, что человек все-таки вам не подходит? Ну, это, в любом случае, вам решать, ну, вот, но, как бы, если у молодого человека нет своего мнения, то вряд ли это как-то быстро завершится. То есть, ему нужна определенная работа над собой, чтобы это изменить, если он хочет это изменить, если он считает это проблемой. А если он эту проблему не считает, то, желательно бы его, ну, замотивировать. Вот. Желательно его замотивировать, чтобы он, ну, чтобы он считал эту проблему. Вот. Понимаете? То есть, здесь вот такой момент, такой аспект, на мой, на мой, на мой взгляд. Далее. Очень важно понять, как вы, вот, конкретно вы, восприняли тот факт, что молодой человек не хочет наложениться. Ну, теперь. То есть, восприняли вы это, например, на свой счет. Подумали ли вы, что у вас проблема или как-то, как-то еще. то есть, то, как вы восприняли поступок молодого человека и, условно говоря, его, ну, его такие изменения, да, его перемены. это очень, очень важный момент. Очень важный момент, потому что от этого напрямую зависит то, как вы, вы воспринимаете себя, себя и, если вы достаточно сильно, например, если вы достаточно сильно, например, оказались, в это вовлечены, ну, вот, процесс, в данный процесс, если вы оказались на задолженность, сильно вовлечены, того, то, вам будет, конечно, очень, тяжело изменить изменить свое поведение, вам будет очень трудно поступить, ну, или поступать как-то иначе, и, потому, а, момент, здесь, он вот такой, насколько вы сохранили уверенность в себе, и, насколько вы, ну, увидели поведение человека, ну, в этой ситуации, вот, понимает, о чем идет речь, о чем идет речь, о чем идет речь, я надеюсь. Дальше. Дальше. Следующий момент касается того, факта, что вы хотите имью это вы пишите, что я его люблю и хочу полноценную семью, закон и брак. Давайте не будем спешить, да, давайте не будем спешить, и, значит, проясним, во-первых, что вы понимаете под любовью, вот, как вы понимаете любовь, как вы проявляете любовь по отношению к молодому человеку, то есть, именно, конкретно, как вы проявляете любовь, потому что это очень важно, что как в армии проявляется любовь. это очень важный момент, потому что вполне вероятно, что речь идёт здесь не только о любви, не только о любви, но и а чем ты ещё? то есть, речь идёт о каких-то ну, ещё моментах, так, вполне возможно, что речь идёт о некой ну, может быть, вашей потребности, может быть, в чём-то. Вот. То есть, это вот такой достаточно важный момент. Дальше. Вы говорите, что хотите полноценную семью с законом брака. Данное желание тоже желательно исследовать, потому что вы хотите семью, полноценную семью с законным браком. Подразумеваю, что ну, подразумеваю, что семья может быть неполноценным. И вам семья для чего-то нужна. Ну, то есть, зачем-то вам семья нужна. Это тоже желательно, пожелательно поисследовать, для чего вам нужна семья, лично вам зачем нужна самая сторона. У этого желания могут быть свои основания, например, вы можете, допустим, бояться остаться одна, у вас могут быть еще какие-то причины хотеть именно полноценную семью. Ну и, соответственно, законный брак, о котором вы говорите, вот, он тоже совершенно очевидно вам для чего-то нужен. Такое впечатление, что вы пытаетесь, значит, себя защитить. Такое впечатление, что вы хотите себя защитить, ну, от чего-то, от какой-то угрозы, может быть, которую вы, ну, которую вы сами чувствуете. Вот. Если это так, то это необходимо выяснить, чтобы вы были по свободе в своем поведении, потому что сейчас вы очень зависимы по, ну, по первому впечатлению от вашего текста, да, вы достаточно зависимы сейчас, на данный момент. Дальше. Вы говорите о том, значит, вы спрашиваете, может, есть способ психологически его изменить решение. Понимаете, мужчина принял такое решение, не просто так. Мужчина принял такое решение на основании определенных обстоятельств. И эти обстоятельства, они для него, для мужчины, являются, ну, объективным фактором. Понимаете? Изменить решение, ну, вот, скажем так, решение как таковое, да, человек, конечно, может изменить решение, но он же его может изменить опять. Это вопрос, этот вопрос доверил. Это вопрос о том, можете ли вы доверяться человеку после того, что он сделал. Можете ли вы полагаться на него и каковы границы такого, ну, такой опоры на мужчину, на мужчину, обманно говоря. Поэтому постарайтесь понять, что дело здесь не в простом решении каком-то. Что вот человек просто сделал, да, и, ну, значит, принял какое-то решение. Дело не в простом решении, а именно в том, чем оно, чем оно, это решение было продиктовано. И в данном случае, речь идет о личностных проблемах вашего молодого человека и о его мотивации и готовности эти проблемы решать. Так, если они есть, эти условия, то, конечно же, можно все преодолеть, можно со всем разобрать. Если нет, то вам остается только принимать решение в этой ситуации самостоятельно, исходя из своих предпочтений, исходя из того, что вам нужно. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...